Привет всем любителям бокса! Вы на канале Боксинг, это прогноз на бой Диллиан Вайт, Тайсон Фьюри. И прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк данному видео. Итак, боксерский поединок между британцами состоится 23 апреля 2022 года. Предположительно, конечно же, он будет в Великобритании. Тайсон Фьюри в этом бою будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Конечно же, Тайсон явный фаворит. Коэффициент на его победу составляет 1,19. На Диллиана Вайта ставят намного меньше. Коэффициент на его победу равен 5,3. В ничью практически никто не верит. И коэффициент на ничью около 31. Ну, у разных букмекеров по-разному. Вот. Кстати, гонорары в этом бою распределились в соотношении 80 на 20 процентов в пользу Фьюри. Ну, это неудивительно. Уайт всего лишь претендент. Пусть и долго ждал такую возможность. Ну, а Тайсон чемпион. Тайсон Фьюри в своем последнем поединке нокаутировал, как мы помним, Дента Уайлдера. И сохранил титул WBC. Диллианжи Уайт в марте прошлого года в реванше одержал победу над Александром Поветкиным. И вернул себе звание временного чемпиона WBC. Пройдемся немножко по боксерам. Я начну с Диллиана Уайта. Он занимает пятую строчку рейтинга. Ему 34 года. Он из Англии. Является профессиональным боксером на протяжении уже 11 лет. За это время Уайт провел 30 поединков и одержал 28 побед. У Диллиана лучшая, наверное, битая оппозиция среди представителей Хиви Вейта, у которых нет титула чемпиона мира. На данный момент британец с ямайскими корнями владеет лишь временным поясом WBC, который дает ему право подраться за основной титул. Наконец, он таки дождался этого долгожданного боя. Он его очень долго ждал. И свои главные победы на профессиональном ринге Уайт одержал примерно с 2016 года. Он тогда начал встречаться с более-менее такими серьезными противниками. Диллиан выигрывал у Джосефа Паркера, у Дерека Чесоры дважды, у Оскара Риваса, Лукаса Брауна, Дэвида Аллена, Роберта Хеллениуса. В последнем бою, который прошел в марте, как я говорил, уже текущего года, я извиняюсь, прошлого года, британец победил нокаутом Александра Поветкина. Тем самым, он взял реванш у россиянина за поражение. Но один проигрыш у него все же остается незакрытым. В 2015 году он проиграл Энтони Джошуа нокаутом. Рост Уайта 193 см, при размахе рук 198 см. Диллиан является типичным тяжеловесом, который имеет внушительный вес, серьезную ударную мощь, но при этом скорость у него невысокая. На счету Диллиана 19 нокаутов. В арсенале боксера хочется выделить отличный джеб и левый хук, которым он пробивает, как правило, навстречу. Также у похитителя тел прекрасная работа по корпусу, с чем связано его необычное прозвище. Ну, перейдем к Тайсону Фьюри. Тайсон занимает первую строчку рейтинга. Он эпатажный, артистичный, да, такой тяжеловес. У него очень хорошие навыки бокса. И в последнее время за ним, ну, явно интереснее наблюдать публике, чем за любым другим тяжеловесом. Ну, разве что недавно, да, эту инициативу перехватил Александр Усик. Вот. Ему 33 года. Он из Великобритании. Выступает на профринге с 2008 года. Провел 32 боя. Одержал 31 победу. 22 боя завершил досрочно. Вот. Одна ничья. Ну, я скажу так. За 14 лет, да, цыганский вот король не потерпел ни одного поражения. И лишь Дентей Уайлдер смог вырвать у него ничью в их первой встрече. Но за эту ничью Фьюри взял два убедительных реванша. Вообще, Фьюри отлично себя вот чувствует в психологическом плане. И против таких сложных противников. Даже то, как он поднялся, да, после сильнейшего удара от лучшего панчера, да, скажем так, в супертяжах. Также, например, в 2015 году Тайсон перебоксировал по очкам украинца Владимира Кличко, который доминировал в хэви-вейте более 10 лет. В феврале 2020-го британец вновь покорил весь мир и деклассировал, и нокаутировал грозного панчера, вот, да, в лице Денте Уайлдера. Ну, это просто было что-то. В октябре 2021-го он смог доказать, что это не случайно он выиграл у бронзового бомбардировщика и нокаутировал его во второй раз. Также цыганский король побеждал таких боксеров, как Дерека Чесору дважды, Стива Каннингема, Кристиана Хаммера, Тома Шварца, Отто Уаллина. Ориентировочно, конечно же, в конце 2022-го, да, Фьюри должен был встретиться с победителем боя Усик Джошуа. Если, конечно, не проиграет Уайту, да, Фьюри, но по недавним вот событиям Фьюри начал говорить о том, что бой с Уайтом станет его последним боем, и после этого он как бы уходит на пенсию, все, хватит с него этого всего, денег он заработал столько, сколько и потратить не сможет, ну, то есть незачем ему боксировать. Ну, знаете, я скажу так, у Фьюри 7 пятниц на неделю, поэтому он всегда говорит что-то, но есть ли в этом хоть немножко правды, ну, тут, конечно, непонятно. Вот, Тайсон более крупный, конечно, чем Уайт, его рост 206 сантиметров и более длиннорукий, руки у него 216 сантиметров, вот. При этом Фьюри еще и невероятно быстрый для своих размеров, и эксперты зачастую недооценивают ударную мощь цыганского короля, она у него тоже на уровне, он это доказал. Доказал. Вот, разберем немножко бой, предстоящий, да, вот, что будет делать Уайт? Уайт будет делать то, что он делает всегда, то, что это не загадка вообще, это все понятно, он будет пытаться подойти к Фьюри на удобную для себя ударную дистанцию, перекрывшись вот плотным блоком, он будет пытаться замедлить Фьюри своими жесткими, вот, бодипанчами, которые у него отлично получаются. И стоит отметить, что для Уайта этот поединок долгожданный, поэтому он будет мотивирован как никогда. Для него важно, вот, подобраться к Фьюри и донести свой нокаутирующий удар, который, в принципе, у него есть. Перебоксировать Фьюри он не сможет, ему не хватит ни скорости, ни навыков, а вот нокаутировать Фьюри ему под силу, вполне под силу. Если он попадет, главное для Уайта это провести хороший лагерь, не вестись на вот этот трёп в интернете со стороны Фьюри, который попытается, да, вывести Диллиана из себя. То, что мы даже видим, да, Диллиан не явился, то есть, лицом к лицу не встретился с Фьюри, то есть, это говорит только о том, что он не хочет, то есть, он понимает, что Фьюри может залезть к нему в голову, да, и он не хочет этого допустить, вот. Вайт, конечно, попытается вытянуть Фьюри на откровенный бой, в такой драке у него будет вот шанс зацепить Фьюри, потому что, ну, просто перебоксировать у него не получится, вот. А вот какого плана на бой будет придерживаться Фьюри, ну, это неясно. Фьюри такой боксёр, который может показать любой бокс, да, и драку, и красивый бокс, вот. Я всё же считаю, что Фьюри, ну, не будет он бросаться в рубку, он будет действовать умно, держать Уайта на дистанции, часто использовать джеб, не застаиваться у канатов. Фьюри прекрасно понимает, что у канатов или в углу, да, у Диллиана будет шанс потрясти его, и вот перебоксировать, как я уже говорил, да, Уайта Фьюри не сможет. Ну, Фьюри при его вот телосложении, при его массе обладает невероятной скоростью рук. Он очень быстро наносит удары, у него отличнейший тайминг, он отлично всё видит, и его рост, его длина рук помогает ему отойти, да, на безопасное для него расстояние. Также он очень-очень классно передвигается по рингу, мы это уже не раз видели. Вот, и Фьюри любит пофинтить, да, он любит поиграть с оппонентом, опустить руки, где-то потанцевать, но иногда он заигрывается, и в такие моменты вот может пропустить. И шансы у Уайта есть, несомненно, они есть, то есть списывать Уайта со счетов полностью не стоит вообще. Но Уайта для своей победы, он должен прессинговать Фьюри весь бой, он должен клинчевать, не давать работать, запирать у канатов. Я не говорю, что Фьюри не захочет вот нокаутировать Уайта, да, и будет весь бой, то есть держаться на дистанции. Нет, он захочет это сделать, он захочет и даже попытается это сделать, но не с первых раундов. Он начнет влаживаться в удары, как только заметит, что Уайт устал. А как мы видели по боям Уайта, он после раунда так седьмого, восьмого, девятого, ну вот, примерно так, он начинает уставать, потому что сильно много на вот этот напор, сильно много он тратит сил. Поэтому я думаю, что Фьюри, как только заметит усталость Уайта, он начнет его крепить. Кстати, еще такой момент, в клинче Уайта очень опасно идет вот головой вперед, и так как он ниже, да, Фьюри, а Фьюри выше, то есть такая вероятность образования вот сечек у Фьюри, если Уайта его боднет. Вот, надеюсь, этого, конечно же, не произойдет, но вероятность такая есть. Вот. Прогноз. Я однозначно, конечно, склоняюсь к победе Тайсона Фьюри. Когда Тайсон хорош, вот, он мотивирован, да, хорошо готов, подготовился, побить его вот практически невозможно. И как тяжеловес, да, он быстрее и крупнее своего соотечественника. Да что его? Он, в принципе, я думаю, ну, насчет крупнее то всех супертяжей, а насчет быстрее, ну, возможно, ну, только Усик его в быстроте опережает, а так, я думаю, быстрее даже того же Джоша. Так же превосходит Уайта в плане боксерского IQ. Тут даже не стоит спорить. Разница функциональной подготовки, вот, я думаю, приведет к победе Фьюри. Не исключено, что даже досрочной. В принципе, Фьюри, у него есть удар, как мы видели, и, в принципе, Фьюри может. Но не стоит, я думаю, ждать ее так рано, вот, досрочную победу. Там уже как карта ляжет, я думаю, что Фьюри не будет рисковать, вот, поэтому, если он почувствует, да, что можно, вот, Диллиана потрясет его, да, то он его обязательно нокаутирует. Но не стоит забывать также, что у Диллиана есть также нокаутирующий удар, и он может выключить свет в любой момент. Так что можете перестраховаться, в принципе, и кинуть иную сумму на победу Уайта нокаутом. В боксе, как говорится, все может быть. Но это очень маленький процент. Я все же склоняюсь к победе Фьюри, потому что, ну, Уайт сможет победить только реально нокаутировав его. Вот, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также пишите ваши комментарии, как вы считаете, кто победит, как победит, нокаутом, ненокаутом. Удачных ставок, пока. Удачных ставок, пока.